У нас нет свет, не работает система пожаротушения, не работает сигнализация. Если темнота в ресторане – фишка заведения, то в магазине провал продаж. Перед арендаторами торговых павильонов в Московском пассаже неделю стоит вопрос – устраивать уличный рынок перед зданием или продавать товары вслепую. После того, как вышли из строя кабели электропередач, десятки предпринимателей остались без работы и выручки. 20-го числа, придя на работу, включив все свое оборудование, отключился свет, все отключилось. Какое-то время сидели без информации. Администратор Елена Анатольевна нам написала, что ждем. Сейчас все проверят, все сделают, все подключат. Ну, как бы, вот уже шесть дней мы ждем, никто нам ничего не сделал, и как таковой информации особо нет. На вопросы о сроках возобновления работы администрация торгового центра разводит руки. Как объяснил главный инженер, свет в здании обеспечивали два кабеля, проходящие через городскую ветку. Обязательства по их эксплуатации передали администрации Сарова. Основной повредили специалисты горводоканала при проведении работ. Запасной был уже долгое время неисправен, а своего генератора УТЦ попросту нет. Полгода. Почему вы ничего не делали? Передали резервный, прямо с... Один кабель был поврежден, а второй... Ну, до момента передачи, до момента передачи, почему бы я не сделал? Вы еще были собственными, и не знали, примут у вас этот кабель на резерв города или нет. Вы почему не делали? Ну, у нас принятый кабель, все, мы его отдали. Мы рассчитывали, что в скором времени, они, во-первых, вы передали, они тоже признают, что в основном это резервный кабель, и что уж не порвут основной. В городской администрации утверждают, что МУП «Горводоканал» в кратчайшие сроки после обнаружения аварии заключил договор с подрядчиком на восстановление кабеля за счет предприятия. В процессе выяснилось, что он не выдерживает тестовые испытания. На данный момент работы близятся к завершению. По данным подрядчика, систему электроснабжения восстановят не позднее 28 сентября. Администрация Московского пассажа пообещала сделать предпринимателям перерасчет по аренде. Вопрос, кто возместит убытки за простой, остается открытым. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.